Загляни в лавку rpgdon.com, купи серебро в Black Desert Online и зарядись. Ссылка под видео. Не знаю, штук, наверное, 200 ни разу там ни в чем не упрекал. Но тут был фейлик такой, такой небольшой фейлик, который затянулся до самого вечера. И я чуть-чуть позже о нем расскажу. Итак, давайте по порядку. Обновление у нас называется Кровь и Песок. Новая территория, Северная Валенсия, бла-бла-бла-бла-бла. Тут там типа мифы-легенды, вся фигня. Новая система штрафов была заведена. Давайте рассмотрим подробно эту систему штрафов, от которой просто-напросто у всех хардкорщиков бомбит. То есть, и так сделали то, что хомячки могут спокойно существовать рядом с прокачанными ребятами, которые играют уже по полгода. То есть, новичок, который играет неделю-две, он занатил жемчуг и купил себе с аукциона, допустим, 16-17 шмот там грунил. Прибежал на спот и просто-напросто мешает, без потери камней, без потери опыта, без всего. А вот теперь еще стало интереснее ребятам играть. Потому что теперь жопа горит нереально. Просто покупаем тефлоновые стулья по КД. После убийства хомячка, ну, я не буду полностью зачитывать, что здесь есть. Вы сами можете, конечно же, это все изучить подробно. Я просто объясню. Допустим, стою я такой в Валенсии на санилах или на каких-нибудь жабах. Прибегают три чела, три чела прибегают в 15-й заточке. Просто-напросто, ну, они не могут, реально, ну, не могут ребята фармить там. Не убивают они, ну, нет у них коэффициента полезного действия в час. Они не могут выдавить со своим ДПСом, чем бы они давили на САОш на солдатах. Просто-напросто они мне мешают. Чтобы их прогнать, я захожу в ПВП режим. Нажимаю, да, Альт плюс С, всем известный. Убиваю одного. У меня становится минус карма. Точнее, снимается с меня положительная карма. Но, допустим, остается у меня плюс 200 тысяч положительной кармы из 300. И на меня накладывается дебаф на полчаса. При этом дебафе на меня могут нападать, кто хочет. То есть, из ПВП режима я выхожу, но все равно на меня могут напасть и убить безнаказанно. Так, мало еще что убить. После того, как меня убьют еще при этом дебафе, я попаду в так называемую тюрьму. Смерть от монстров или условий среды. То есть, это в Валенсии, соответственно. Вообще, вся эта система, она работает только на Валенсию. Я забыл сказать, сорян. Потеря кристаллов и потеря опыта. Смерть от других персонажей НПС. Заключение в тюрьму пилап. Вот тут, вот это. Вот именно вот эта надпись, ребят. Для тех, кто любит ПВП, любит хардкор. Кучу времени проводите на споте. На самом деле, это положительное известие. Потому что, допустим, взяв ребят из нашего клана, если уже уходишь в минус карму, то дерешься до последнего, до минус миллиона. А потом уже стоишь на споте, если к тебе бегают, убиваешь, убиваешь дальше, пришла толпа, нажал спасение, вышел в релок, поменял канал. Ну, короче, много-много-много всяких нюансов, которыми можно пользоваться. Но, теперь, если тебя поймали, убили, при, допустим, у тебя минус 300 тысяч или минус миллион, из тебя не будут выпадать камни из твоего шмота, они не будут выпадать. То есть, жопа не будет гореть, ты не будешь переживать за то, что ты расточишься, и тебя будут, допустим, парочка чуваков ловить, тебя будут на споте, а парочка чуваков на ближайшем ноде. Вдруг ты затупишь и встанешь за слезу, как это было раньше, встаешь за слезу на ноде, у тебя минус карма. Кристаллы уже вылетели, камни, да, которые дают тебе дополнительные статы. Тебя еще раз убивают, а ты растачиваешься, такого уже не повторится. После этого сразу летишь в пилап. В пилап. Как видите, ты там просто-напросто сидишь 30 минут, выполняешь какие-то либо квестики, там что-то покопать, я как видел там на стриме. Вот. И благополучно вылезаешь из-за тюряги, идешь, отмываешься. Так что это огромный положительный момент, за это, блин, большой респект и уважуха. Потому что можно херачить минус миллион, а тебе за это ничего не будет, кроме как тюряги. Так, едем дальше. Тут описывается про побег, на свободе, там, про деревню ПКшников. Это все я, конечно же, подробно сниму видос, расскажу, покажу. Так, ну давайте на этом завершим по поводу ПК режима. Поехали дальше. Новые подземелья. Время от времени в пустыне случайным образом будут появляться черные порталы, войдя в которые персонажи перенесутся в одно из двух новых подземелий. Коняшку с собой брать нельзя, сдохнет сразу же. Это два таких портала. Храм Анакерона и руины Гистри. В руины Гистри я уже попадал, просто получил ваншот с 280 в районе защиты, у меня 280 или 260, точно не помню. Сейчас попозже покажу. Получил я от моба ваншот. Ну, не ваншот, 90% хп мне с выстрела нанес, так что делать там нечего. Данше завезли под пробуждение. Ну, о нем все равно я сниму видос, посмотрим, что там за мобики. Что говорится об ивенте, давайте посмотрим. Завезли ивент аж на 30 дней. За вход в игру на каждый день нам дается вот такой вот подарок. Ну, как видите, количество написано снизу, а именно дни сверху. То есть тут уже по два обрывка, по три обрывка, пошло по четыре обрывка, по новой бижутерии, новая бижутерия так себе. И в конце вот такая плюха, как сундук вожака, то есть босс-шмотки. Что рандомно вы потом получите босс-шмотку какую-то из этого сундука. Надеюсь, что эти босс-шмотки будут привязываться к персонажу. Дабы исключить то, что каждый игрок зарегает по 100 аккаунтов. А такие безумцы будут, я уверен. Потом просто-напросто они все это выкинут на аукцион. И добавили нам такую мини-игру Приключение Черного Духа. Сразу же альтабну сейчас на своего персонажа. Нажимаем Escape. Заходим, игра. И вот тут нам дают каждый час, откат час, три раза в сутки. Откат в пять утра. Можно бросать кубик. Старт вот здесь. И ваша шашечка прыгает. Разные бонусы, плюшечки. То есть вы здесь можете получить и баф. Вы можете из сундука получить новую бижутерию. Вы можете получить обрывки от вспоминаний. То есть куча всякого-всякого-всякого. Тут обеды, баночки для бафа. Тут вы можете почитать немножко информации про награды духа. Тут описание само. Ну, в общем, такое примитивная такая рулеточка. Ну, не знаю. То есть, это скорее всего знаете для чего сделано? Для того сделано, что сидите вы, допустим, в кальянной. И такие, ой, блин, я же сегодня рулетку не крутил. Ну, сейчас немножко надо будет побыстрее домой прийти, чтобы покрутить. Зашли в игру, крутанули. Блин, ну, раз зашел в игру, надо, наверное, побегать часик-другой. Часик-другой побегали. То есть провели веселое время. И случайно зашли, допустим, в донат-магазин. В донат-магазине что-нибудь приобрели. И отсюда пошла прибыль. Вот для именно такой заманухи все эти штуки и делаются. Даже взять там всякие фермы ВКонтакте. Такие ежедневные задания. Так, охота на карка. Название вообще топовое, просто карка. Ладно, там кит, а тут карка. Добавили возле деревни тренд летучую мышь. Все называют Бэтмен уже ее. Стрелять в нее надо с ружей. Подробный гайд, что падает, что переграфчивается, что получается. Ну, конечно же, там получается бижутерия, как из кита у нас. Банки, кстати. Там из когтя, по-моему, бежа из рога. Какие-то банки новые, которые дают хорошие бонусы. Все подробно это нужно сделать отдельное видео. Чтобы человек не путался. И сейчас я отдам еще, мало ли, неверную информацию. Можно сходить, короче, поразвлечься с лошадей, пострелять по этой карке. Караван Валенсии. Ребята уже подолбили этот караван за убийство каравана. Караван появляется рандомным образом. По пустыне он ездит. Вы его убиваете, и вам еще снимают карму положительную. За убийство торговца, видите, 100 тысяч. За убийство охранника каравана персонаж снимается от 10 тысяч очков. По-моему, чувак, говорит, выбил то ли полляма, то ли 300 тысяч. Ну, вообще, какие-то дикие копейки. А, 400, вспомнил. 400 тысяч серебра выбил. С того караванчика. Короче, полная лажа. Не знаю, наткнусь. Если наткнусь, конечно же, сниму видео. Если что-то интересное будет вообще. Идем дальше. Пристанище Валенсии. Вот эти пристанища. Они показаны на карте такими горящими вертикальными прямоугольниками. Так. В этих пристанищах домики. Есть НПСы. Подходим к этому НПСу. С собой возьмите 5 миллионов в слитках. Потому что серебре будет очень тяжело, соответственно. Вы сможете купить себе квартиру в любом из этих пристанищ. В пристанище есть магазин, где можно купить банки МП, ХП. И есть ремонт. То есть, можно отремонтироваться. Также в пристанище есть бафер. Он бафает на 60 минут, на 180 минут и, по-моему, на 90 минут. Точно не знаю. Я отдельное видео об этом сниму. И, как видите, на любое пристанище наведи. И там показано, типа, боевой опыт, пустынная устойчивость, сопротивление. И не показано, сколько чего дает. Допустим, ремесленный опыт. Сколько опыта, ничего не известно. В геймнеты выложили вот такую таблицу. Я так понимаю, вчера я уже наткнулся на косячок небольшой. Что было переведено все это дело немножко некорректно. Допустим, в пристанище Атосы, которое находится рядом с Анилами. Тут написано, что максимум выносится плюс 200. На самом деле, там плюс ХП. Плюс 200 ХП. Сейчас я продемонстрирую. Вот это пристанище Атосы. Здесь дается плюс 200 ХП. Ну и остальные бонусы, которые там перечислены в табличке. Нужно будет... Соберу, постараюсь собрать информацию. В каком пристанище именно точно дает сколько процентов, какой баф. Знаю, что где-то вот здесь, вверху, аж плюс 1 к регену очков. Там, типа, к дереву плюс 1. 3 часа, что ли. Вот. Не знаю, как насчет осад. Будут ли эти бафы действовать на осадах. Если будут, то, конечно же, нужно будет приобретать себе все боевое такое. Именно боевой опыт больше распространяться. А искать именно положительные эффекты для ПВП. Так, ездовой слон. По поводу ездового слона, скажу так, перемещается очень медленно. Видео сделает Вульфи. Приобретет его, покажет вам, что там за слоник. У него уши, кстати, прикольные. Если так, можно для красоты приобрести. Стоит, по-моему, 35 миллионов. И на него там рандомно может прокнуть Эвка. Насчет шифта точно не знаю. Нужно смотреть. По поводу классов. Куна-Ничи исправлена ошибка, при которой навык Дымовая Завеса не работал из быстрого слота. То есть, просто на панельку выставляют. Колдунья. Увеличен урон от навыка Адский Огонь Тьмы. То есть, это сблок, который он носит ДПС. Там примерно, ребята мне сказали, что где-то добавились 15% урона. То есть, кто-то еще сказал, слышал, что вернули, как на кальфионском контенте. Монстры и боссы. Количество тривиальных предметов. Для кого вот это пишут? Блин. Работал я на огромном производстве. Металлургическом. И там вводили такую новую систему. Система больше была похожа, как на надзирательную. Ну, и тоже там появились куча молодых специалистов. Лет так по 20-21 после института. И тоже понабрались, блин, всяких иностранных слов. А там работали, че, люди там, мужики по 40 лет, женщины там под 50. То есть, уже скоро там всем на пенсию. А они тут приперлись со своими новыми словами. И просто-напросто люди путались документации. Не могли ответить. Со средним образованием. Куда тут такие пихать слова. Ладно, отошел немножко от темы. Так вот, по поводу дропа, выпадающей при убийстве некоторых монстров увеличено. Стали, по-моему, падать больше свитки. Слышал от многих людей. Падают в Валенсии свитки чаще. На тех же самых санилах. Шанс выпадения из монстров предметов черный камень оружия и черный камень брони увеличен. Я бы не сказал. Все равно мало очень падает. Очень, как и падало. Из босса Нубер теперь будут с некоторым шансом падать золотые свитки по миллиону. Разве не падали? А, по 100 тысяч в районе падали. Ладно. Не помню. Предметы. Добавлены новые товары для торговли в пустыне. А, давайте пропустим, я даже не хочу считать. Это чисто так. Это вообще не моя тема. Торговцы там сами прошуршат. Я знаю, что зарабатывают по 30, там по 40 лямов в день на торговле. Но все равно кучу времени тратят. Так. Ингредиенты для изготовления язв можно получить путем сбора иконы. И добавлены чистейшие черные камни, которые с небольшим шансом можно получить при убийстве монстров. При использовании камней дают различные положительные эффекты. Вот это прикольная штука. Добавлены новые места добычи вулкане. Так. Разве использование предмета колючий из древних развалин уменьшен? Что? Уменьшен шанс выпадения предмета подскневшее жерелье. Опачки. То есть огры у нас еще реже будут появляться на аукционе. Это вообще какая-то жопа. Жопа с ограм. Понижим максимальная аукционная стоимость следующих предметов. Вот. Мы и подошли к этому эпическому дню. К вселенскому дню шариков. Жак-то разово-черного кристалла. Застреленные куски черного кристалла. Черный камень и черный брони. То есть все это было уменьшено, понижено вручную. Для тех, кто, ребята, был на работе. Профилактика закончилась в 11 часов. Так. Профилактика продлилась до 11 часов. Мы зашли в 11. Открыли аукцион. И охренели от цен. 19-я экзарка. Моя стоила 700, по-моему, лямов или 500. Вообще все было очень дешево. 18-е шмотки. Все просто стоило нереально копейки. Заходим дальше в точки. Точек на аукционе вообще не было. Тут поставили максималку 1 600 000 на броню. А, нет, вру. На броню были по 300 вообще 50 тысяч. Вот эти были тоже по 300 тысяч. Ничего этого не было. Вообще ничего не было на аукционе. Ничего было не приобрести. Кроме вот таких стареньких заточек. Получилось следующее. Геймнеты просто-напросто... Точнее, не геймнеты. Я бы сказал так, что корейцы, скорее всего, должны все были это... Пощупать... Или не пощупать, а просто-напросто предупредить геймнетов. Потому что у геймнет, мне кажется, ни одного играющего чувака в БДО нет. И он просто не знает механику, что ли. Я не знаю. Когда падает цена на точки... Падает, соответственно, цена на шмотки. Шмотки дешевеют. Если шмотки дешевеют... И то, что геймнет не просекли... Сейчас я вам продемонстрирую. Заходим в усиление. Ставим лук к зарке. Если шмотка дешевеет, именно шмотка, а не точка, то количество крон на заточку тоже сильно, серьезно падает. До обновы вот этой крови... Тупичного дня, так сказать. Нужно было с 19 на 20, по-моему, 950 шариков. 950 шариков, если покупаем кузнеца, то это 950 миллионов. Если покупаем с аукциона сундуки, то это по 750 тысяч за шарик. Было следующее. Тыкнуть к зарку можно было после профилактики за... Сейчас скажу. За 220, по-моему, крон. Да, за 220 крон. 220 крон, представляете, да? 220 лямов. То есть за 180 лямов можно было тыкнуть к зарку, когда до профилактики можно было ее тыкнуть за миллиард. Конечно же, все начали кипишовать и начали тыкать. Понеслась. Несколько человек из нашего клана заточили на 20, там, с пятого, с четвертого трая. У кого были деньги, кто-то геймнету начал деньги закидывать, чтобы купить эти сундуки со шмотками и разбить их. В общем, понесся влив бабла геймнету. Прочитав эту надпись еще раз, которая написана, что в связи с этим изменят цены и на улучшение снаряжения. Понижен максимальный аукцион стоимость следующих предметов. То есть все нормально. Все нормально. Показали, что можно точиться. Это никакой не баг, ничего. Из нашего клана пара ребят просто-напросто... Ну, даже я, я обижал, если честно. Я обижал, думал продать кольцо для того, чтобы купить кроны, чтобы сточить лук. Потому что 20 лук реально он даст 8 атаки. Это куда лучше, чем у меня будет третье кольцо. И все правильно я делал. Дальше что я делал? У меня было 400 лямов. Я с аукциона покупал сундуки. Зажемчик. Покупал сундуки. Зажемчик. Только я скупил себе на все деньги сундуки. Кольцо не продавал. А ребята из нашего клана продали. Потом я побежал ломать эти сундуки и шмотки. Вот когда я начал ломать, посередине прям шмоток меня выкинул. То есть 200 я крон получил. Остальные шмотки не сломал. Выкидывает всех сервера. Объявляются профилактические работы. И все это продлевается до 19.00. Те, кто точился там на 20 и так далее, они попадают в бан. Для того, чтобы разобрались с их аккаунтом, так как у геймнета нет инструментов. Соответственно, они делаются просто корейцам. Чтобы корейцы, благодаря своим инструментам, откатывали шмотки или чего-то там такое-такое-такое. Поднялся кипиш в том, что еще шел стрим инквизитора, нашего лидера. И те, кто люди приходили, были не в курсе. Они слышали просто слова там на стриме. Какие-то слова из ТСки слышали. Точнее, читали то, что на стриме пишут. Уже слухи поползли по другим гильдиям. Уже все думали, начали думать, что это был баг. И благодаря багу заточилось 5 человек на сервере на 20. Это всего лишь был косяк геймнета тем, что они просто-напросто не протестили. Точнее, вот именно с кронами упустили. Такую фигню. То, что человек до патча точился на 20 тысяч рублей один был тык. А когда патч ввели, кронов нужно 220, 4,5 тысячи рублей клик. Но все равно, геймнета уже деньги поползли. Ну, не нужно было, мне кажется, прерывать этот процесс. Но заточилось бы там вечером человек 20 на 20. Ну и что? Куча, кстати, народу еще на 19. Вот, всех так побанили, те, кто поточился. Начали откатывать шмот. Кто точился с кронами, кроны возвращать. И еще такой был инцидент, что, допустим, взять меня, да, я бы прибежал, допустим, тыкнул бы, у меня есть посох, да, на продажу, я точу его к зарке. Тыкнул бы я к зарку без крон с 18 на 19, она бы не зашла. И потом бы я свою с 19 на 20 тыкал бы с кронами. Ну, типа так, зафейлил, а это зайдет. Что многие сделали, допустим, себя, расточа несколько шмоток, допустим, две шмотки поломали с 19 на 20, а свою к зарку тыкнули, и она у них зашла. Геймнеты делают следующее, они просто-напросто оставляют заточку старую, фейлы, слава богу, вернули, откатывают к зарку с 20 на 19, кроны возвращаются в бэкпак, и получается то, что человек расточился в круг, кроны как бы у него на руках, количество крон увеличилось для заточки, нахрена ему эти кроны. То есть он бы никогда так не сделал, если бы крон для заточки было бы минимально большое количество, как до патча. Он бы никогда так не сделал, мы никогда, никто так из нашего клана не делал, не тыкал с кронами, потому что это было безумие, безумные деньги. Даже я, говорю, бежал, думал уже кольцо продавать. На тот момент вылил 4 или 5 колец на аукцион. Так что, ребята, пожалуйста, нигде не пишите, что это был баг, блядь, не тупите, вот. Так вот, у меня 263, кстати, защиты, и мне моб снес с одного выстрела 90%. Ну все, я вроде дословно объяснил по поводу этой ситуации. Произошел небольшой, еще раз повторюсь, косяк. Геймнету не надо говорить, что они там бидорасы и все такое, просто-напросто нужно им написать. Если кто-то им что-то хочет написать, напишите им, пожалуйста, наймите тестеров, тестеров из простых геймеров, блядь. Возьмите тех, кто играет, дайте им, блин, там зарплату, я не знаю, 40-50 тысяч. Просто вот если хотите, пятишку будет написать, что они гандоны. Напишите лучше вот это. Не нужно оскорблять. Ну, закосятили, всякие, у всех косяки бывают. Это видео, ребята, когда я зашел после окончания профилактик в этот же день. У меня остались кроны, я доломал оставшиеся шмотки. Ну, и все-таки решил попробовать. Ладно, хер с этим, 400 лямов с этими. Попробуем. Вроде бы все. В горле пересохло, уже першит. Так, ладно, чуваки, не забудьте поставить лайк. Вроде бы все рассказал, ждем от нас гайдиков. Ну, и всем спасибо, кто смотрел данное видео. Пишите свои комментарии, поменьше грязи. Заходите на сайт rpogadon.com. Там вы найдете всегда свежие новости по ММО-проектам. Найдете кучу полезной информации, гайдов и также услуг. Ну, и как всегда, всем удачного дропа. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok